Эта история не про политику, не про чей-то пиар или наоборот, что кто-то говорит против власти, а про то, что эта история показывает на примере того действия, что происходит сейчас в министерстве, и каким образом это делается, показывает квинтэссенцию подходов сегодняшнего власти и сегодняшнего правительства ко всем реформам. Собственно говоря, многие с чего не начинают, они убирают всех неугодных им людей и ставят своих людей. И это, мне кажется, самое главное. Только если в других госструктурах большинство, скорее всего, безропотно на это соглашается, у кого-то где-то рыльца в пушку, у кого-то кто-то не хочет попасть под прессинг проверок, они и так далее, то здесь в этом случае проверки, я так понимаю, они уже сделали, и уже вы проходите через несколько лет через этот ужас, на который на вас навалили, потому что я знаю эту историю, что уже несколько лет идет. То здесь ломается хрупкий механизм, ломается то, что годами строилась, и та традиция, сколько, 83, сколько лет театру? Сейчас мы открыли 88-й театр, а не 7-й. Уже скоро будет 90-летие театра. То есть эти традиции, сплоченности, традиции театральные, сегодня ставятся в сторону, и прикрываясь при славу этой реформе, которой действительно нет, никто ее не видел, и министр это подтвердил, пытаются решить свои вопросы. Я не очень-то хочу сегодня спекулировать, зачем это делается. Хотя из разных источников, как изнутри театра, так и не изнутри театра, от людей, которые к театру не имеют никакого отношения. Я слышал, что действительно на этом месте, в центре города, рядом с торговым центром Сан-Сити, кто-то, есть люди, которые положили на этот глаз. Это очень лакомый кусочек недвижимости. Я не хочу верить в это, потому что уничтожать планомерно чуть ли не единственный большой русский драматический театр в Кишиневе. Да, есть еще театр с улицей Рос, но это русский драматический театр, это театр классический, с многолетней историей, почти с 90-летней историей. Ради того, чтобы построить там очередное, я не знаю, тогда когда-то говорили про казино, сейчас говорят, что чуть ли не внутренняя парковка с гостиницей, с торговым центром и так далее. Но эта история не очень хорошая. Продолжение следует...